Девушки отдыхают Такие же две разные личности, как Сократ и Платон В настоящее время этот вопрос решен к положительному смыслу Между человеком сна и человеком бодрствования установлено различие, которое в некоторых случаях достигает необычайной яркости По большей части оба сознания чередуются, по крайней мере в случае одновременного ощущения в себе двух личностей довольно редки В некоторых же патологических состояниях удалось наблюдать совершенное расщепление личности Такой случай приводится французским психиатром Балем Больной С услышал однажды после продолжительного обморока голос «Лучше ли вам сегодня?» Думаю, что это спрашивает кто-нибудь спрятавшийся поблизости, больной отвечает коротко Но другой день, услышав тот же голос и никого не видя, С спросил «Кто вы такой?» «Господин Габбатш» — отвечал голос «И между ними начался разговор, в котором выразился весь тот разглад, который существовал между двумя сознаниями» Несколько дней спустя, С наконец совершенно ясно увидел таинственную незнакомость, различая в нем мельчайшие подробности черт лица, складки костюма и так далее Этот случай представляет высшую степень расщепления личности, дошедшего до ее галлюцинаторной персонификации Интересный пример последовательной смены двух «я» приводит Мик Найш Одна молодая американка, проснувшись однажды после ненатурально долгого сна, оказалась в состоянии столь совершенного преображения личности, что не имела понятия ни о чем, что же ей было прежде То есть в нормальном состоянии известно Она должна была учиться говорить, читать, даже ходить и так далее Это был субъект, душа которого представляла совершенную табула расы Спустя несколько месяцев, опять же после продолжительного сна, наступило прежнее нормальное состояние, которое потом снова сменялось вторичным периодом Так продолжалось в течение четырех лет, и каждый раз переход от одной личности к другой обуславливался сном Профессор Боретт рассказывает о сыне одного лондонского священника, перенесшем серьезную болезнь После чего молодой человек вдруг словно перестал быть одним лицом, и в его особи стали, чередуясь, проявляться две личности В одном состоянии он был самим собой, признавал друзей и родителей, и вообще вел, так сказать, нормальные существования В другом он выдавал себя за совсем другую личность, носящий другое имя, не помнил своего прежнего прошлого Не признавал родителей и знакомых, и обладал музыкальным талантом, о котором не было и помину в его обычном состоянии Оба существования, заметим, казались нормальными Весьма важные аргументы в пользу дуализма Это выражение, без сомнения, не точное, лучше сказать, двойственная сила души Личности представляют исследования Бене и Ферре над истеричными Приведем здесь некоторые из этих интересных опытов, дающих основания для весьма широких обобщений Завязав глаза субъекту, страдающему анестезией правой руки Помещаем карандаш между большими указательными пальцами последней Оказывается, что несмотря на нечувствительность руки Оба пальца обхватывают карандаш, а другие, соответственно, сгибаются, как для писания Между тем, субъект ничего об этом не знает Движения были совершенно из ведома его сознания совершены Из этого следует, что истеричная особа, несмотря на анестезию, может реагировать на раздражение ее нечувствительного члена Но все это происходит под влиянием подсознательной личности Другими словами, анестезия данного члена распространяется только на нормальное «я» Мало того, если рукой, держащей карандаш, начать выводить какие-нибудь буквы, цифры и тому подобное То после того, как мы ее оставим, она сама продолжает писать те или иные цифры, буквы, выводить фигуры И опять-таки совершенно бессознательна для субъекта Стало быть, независимо от подсознательной перцепции Тут видно еще и подсознательное мышление Но хотя подсознательные процессы остаются совершенно неизвестными сознательному «я» Тем не менее, как доказал Бене своими опытами Эти процессы не остаются без влияния на последнее Из нормальной психофизиологии известно, что осязательные впечатления могут возбуждать соответственные зрительные представления Если нас, положим, коснется что-нибудь холодное, скользкое То хотя бы мы его вовсе не видели или держали глаза закрытыми В нас точно же возникнет представление о лягушке, жабе и тому подобном Прикосновение ножа вызывает зрительное представление о его форме, свете и так далее Но понятно, если мы дотронемся до анестезирной поверхности, до такого рода представления По-видимому, не должно бы возникнуть Однако, оказывается, что хотя сознательное представление в подобных случаях и не бывает Тем не менее, влияние воспринятого подсознательной личностью впечатления Сказывается на нашем «я» в соответственной форме Например, если экспериментируемые особи, внимание которое сосредотачивает на буквах газеты Начать колоть анестезированную часть тела или чертить по ней линии То субъект видит на газете точки или линии, заслоняющие ему букву, затрудняет чтение Вместе с тем Бене подметил еще один очень важный факт Если экспериментатор, начертив на анестезированной руке истерика Положим, квадрат Предложит ему подумать о какой-нибудь вещи То перед глазами субъект является фигура квадрата Только разница между представлением, возникающим совершенно свободной Под влиянием осознательного впечатления, испытываемого подсознательной личностью Заключается в скорости возникновения В первом случае она мгновенно, во втором равняется 2-5 секундам Иногда же субъект даже говорил «Я не знаю, я должен еще мгновение подумать» Следующий опыт дает нам основание для суждения о степени зависимости одного сознания от другого Если экспериментатор, взяв анестезированную руку пациента Напишет ей какую-нибудь цифру Потом под ней другую И затем проведет под ними черту То иногда бывает, что испытываемый субъект Сам от себя прибавляет под этими числами сумму их На вопрос о том, какие были первые цифры Пациент ответить не может Но общий результат, то есть сумма ему известна Из этого следует, говорит Десуар Что во втором сознании впечатления не только отмечаются Но и сознательно друг с другом связываются Что без ведома индивидуума ведется сложение Один только последний член, которого результат переходит в первичное сознание Резинируя выше приведенные факты Приходим к заключению, что сознание спящего, пьяного, сомнамбула, эпилептика Во время припадка отличается от нормального сознания Что это второе сознание или подсознание имеет свою память, свою интеллигенцию Но эта память не всегда резко отделена от жизни нормального я Переходя теперь к экспериментальным исследованиям Заметим, что одновременно с доказательством двойственной стиличности Они бросают свет и на природу гипноза Бурю и Бюро имели одну страшную, большую истерию пациенту, страдавшую Которая после сильного душевного потрясения совершенно потеряла память прошлого В ней сохранилось воспоминание только об одном периоде ее жизни Ограниченном двухлетним промежутком времени Когда же больную гипнотизировали, то к ней возвращалась память всего ее существования От рождения до вступления в госпиталь Не исключая и упомянутых двух лет В то же время изменялось ее физическое состояние Тогда как во время бодрствования она страдала частью анестезией Частью гиперэстезией, повышенной чувствительностью В гипнозе ее чувствительность была нормальна В последнем состоянии изменялся также и психический склад пациентки Выражавшейся во взгляде, движениях, письме и речи Бессуар объясняет этот случай тем, что сильное потрясение нарушило равновесие психической жизни И часть ее погрузила в глубину, которая остается недостижимой для сознания индивидуума В гипнозе же возникает состояние, которое включает эту глубину Таким образом гипноз можно сравнивать с подсознанием Итак, применение к исследованию личности гипнотизма Дало в руки психолога возможность непосредственного экспериментирования Над нашим подсознательным я Из опытов прежде всего выяснилось, что лицо, бывшее в глубоком гипнозе Ничего не помнит из происходившего во сне Только во время вторичного гипноза в субъекте воскресает память о событиях, происходивших во время предыдущих усыплений Вальфарт рассказывает случай, в котором одна дама вспомнила в гипнозе происходившее с ней во время гипнотического сна В котором она была погружена 13 лет тому назад Говоря о воспоминаниях проснувшегося, мы нарочно не употребляем слово «забывает» Так как забыть можно только что-нибудь, бывшее прежде известным А первое или нормальное я, говорит Десуар, ничего ведь не знает из того, что пережило второе или сомнамбулическое Слышается иногда, что мы не можем припомнить какое-нибудь впечатление, а на другой день после сна мы его вспоминаем Это нам подсказала бессознательная личность в то время, когда она вышла из обычного своего подчиненного положения Но последнее совсем освобождается из-под деспотизма сознательного и только во время сомнамбулизма Сознательного я Однако и здесь робко и привыкшее к подчиненности подсознательное я Не сохраняет самостоятельности и немедленно подпадает под влияние посторонней, бодрствующей, сознательной личности, гипнотизера Жене приводит любопытный пример такой двойственности я Девятнадцатилетняя нормальная девушка по имени Люси при гипнотизации называла себя Адриеной Адриена имела полное представление о Люси, знала такие подробности ее жизни, начиная с раннего детства, о которых Люси утратила всякое воспоминание Напротив, нормальная Люси не имела никакого понятия об Адриене Гипнотизер также не добился от нее сведений о последней Имя Адриеной Люси выбрала, очевидно, с одной стороны ввиду сознания от личности обоих я С другой по субъективному предпочтению этого имени и ввиду удобства разговора с гипнотизером Люси поддавалась внушениям, в точности их исполняла, находясь в каком-то смешанном, не то бодрством, не то гипнотическом состоянии Так, например, ей приказывают встать, ходить, и она это делала, вовсе не сознавая Из разговора ее можно было заключить, что ей представлялось, будто она сидит, ей приказывали плакать, и она заливалась слезами Опять-таки, не сознавая этого и продолжая вести веселую и беззаботную болтовню Тем не менее, хотя второе «я» послушно и не критично, но оно, как мы уже видели, не лишено способности мышления Вот еще один пример из опытов, произведенных доктором Десуаром в заседании Общества экспериментальной психологии Г. Д. подвергается постгипнотическому внушению, которое он должен исполнить Когда услышит, как господин Десуар ударит 17 раз в ладоши По пробуждении, мол, заводит с ним разговор, во время которого Десуар 15 раз хлопает руками Когда Дес спросили, слышал ли он хлопание, он отвечал, что нет, и к тому же не имеет понятия о том, что должно произойти после 17 ударов Но едва только последние два удара огласили воздух, как Дес совершенно автоматически исполнил внушение Этот опыт доказывает, что подсознание не только обладает памятью, но способно и к интеллектуальной работе Следующий опыт убеждает нас в том же Внушает гипнотику, что по пробуждении он исполнит известное действие после того, как две цифры, связанные одна после другой во время разговора Дадут в сумме 7 И внушение действительно исполняется Пойдем, однако, дальше Наверное, вам, читатель, не раз случалось о чем-нибудь, задумавшись автоматически чертить по бумаге, что попало То вы рисуете какую-то рожицу, то ставите цифры, то без конца выписываете какие-нибудь имя То изобразите треугольник, квадрат, домик и так далее Подобного рода бессмысленного морания может быть три ступени Первая из них характеризуется тем, что субъект знает, что пишет, но делает это непроизвольно, автоматически И думая о чем-нибудь постороннем Вторая проявляющаяся тогда, если подсознание развивает большую свободу И в движениях карандаша является значительная стремительность Так что оператор теряет знание содержания своего собственного писания И с явным удивлением замечает, как иногда самые сокровенные мысли и чувства являются на свет Божий Когда же духовная действенность достигает своего апогея То субъект уже вовсе не замечает того, что делает его рука И часто занимается совершенно иным делом Ведет оживленный разговор и так далее Тень, между прочим, наблюдал Тень А одну особу, которая могла разговаривать и петь, и в то же время писать Несмотря на бумагу, последовательные фразы, даже целые страницы, не сознавая написанного На мой взгляд, говорит автор, ее нельзя было заподозрить в искренности Между тем она объясняет, что оканчивая страницу, не имеет никакого представления о написанном Когда она переписывает, то изумляется и иногда боится написанного Почерк у нее при этом иной, нежели обыкновенно Движение пальцев и карандаша быстро и кажется автоматическим И здесь нам не место говорить о так называемом спиритическом непосредственном письме Но мы не можем удержаться от невольного сравнения автоматического, то есть под влиянием второго Я, писания С аналогичными явлениями, замечаемыми во время спиритических сеансов Во время вышеприведенного опыта над господином Дэ, когда последний заявил, что он ничего не знает относительно хлопания в ладоши Ему дали в руки карандаш, заметив, что рука сама будет записывать Сколько раз господин Десуар ударит в ладоши Дэ не доверчиво засмеялся, после чего продолжал разговор и вовсе не заметил, как карандаш медленно записал пятнадцать раз Когда через некоторое время внимание Дэ было обращено на написанные им слова То он вовсе не хотел верить, что это описала его рука Таким образом, можно гипнотизированного заставить написать вещи, которые он вовсе не желал бы раскрывать Тут невольно вспоминаются слова йоти Свой зелен вен ахт Их зайнер бруст Две души живут в его груди Применение автоматического письма в психологическом исследовании Дало, между прочим, возможность выяснить психологическую подкладку так называемого раппорта Между гипнотизером и усыплением Когда последнюю было внушено никого не слышать, кроме экспериментатора То на все вопросы посторонних он ничего не отвечал Между тем, когда гипнотизер дал ему карандаш и сказал, что он записывал имена спрашивающих и обращенные к нему вопросы То во время самого оживленного разговора рука автоматически записывал содержание вопросов и фамилий спрашивающих Из этого десар заключает, что раппорт представляет собой в данном случае не что иное, как нормальное восприятие известных впечатлений высшими сферами сонного сознания Тот же опыт, произведенный по отношению к отрицательным галлюцинациям, дает аналогичные результаты и, стало быть, допускает близкое к рапорту объяснение Когда из четырех карт посредством внушения сделали одну из них невидимую, то субъект назвал только три остальные Ему вложили в руку карандаш, объяснив, что рука должна записать все карты И действительно, все они были написаны автоматически, между тем, как субъект продолжал все-таки и после этого не видеть четвертой карты Пример бессознательной деятельности духа Однажды у доктора Десуара собрался кружок приятелей В то время, когда остальное общество было занято громким разговором, господин Уэ засчитался какой-то книжкой Вдруг один из гостей произнес фамилию господина Хэ, который очень интересовал господина Уэ Последний не имел ни малейшего понятия о том, что было говорено Но слышал только одну фамилию интересовавшего его лица, а потом обратился к обществу с вопросом относительно судьбы господина Хэ Тогда согласие Десуар усыпил его и потребовал, чтобы он повторил все, о чем было говорено, когда он читал Каково же было удивление общества, когда загимнотизированный точно передал весь разговор Очевидно стало быть, что несмотря на занятия чтением, всецело поглощавшее внимание господина Уэ Слуховые впечатления были им воспринимаемы Но они не доходили до того сознания, которое господствует в бодрственном состоянии А до другого играющего в нормальном состоянии пассивную роль и вызванного на свет Божий, если будет позволено так выразиться во время гипноза То, что совершалось бессознательно, впоследствии может сказаться в области сознания Как рассказывает Фехнер Он однажды утром в постели был поражен тем, что ему представилось белое изображение печной трубы Когда он закрыл глаза Перед тем, лежа с открытыми глазами, размышляя, он видел перед собой в сознании этого Черную печную трубу на белом фоне стены И то, что показалось ему теперь, было только следом от этого образца Я сам, говорит профессор Гевдин Сделал такое же наблюдение После того, как я напряженно глядел на ясное небо через открытое окно Я закрыл глаза и мне предстал светлый крест на темном небе, изумивший меня Открыл затем глаза и нашел, что это был след от впечатления оконного креста на ясном фоне Следовательно, был здесь, как у Фехнера, действием контраста Значит, физическое раздражение происходило таким образом, что ощущение видения могло возникнуть Но за недостатком внимания в сознании явилось не самое ощущение, а только более живой след от него Точно так же, если мы рассеянно слушали нашего собеседника То лишь долгое время спустя мы можем сознать, что он говорил Только благодаря нарочитому усилению внимания и бессознательно воспринятые впечатления Здесь подымается над порогом сознания Если внимание пробуждается, то это происходит от того, что полученное раздражение производит в нас представление Хотя само оно не перешагнуло порог сознания Поэтому, если мы в состоянии вспомнить что-нибудь То это вовсе еще не доказательство того, что мы в свое время действительно усвоили его вполне сознательно В воспоминании может быть вновь вызвано и бессознательное впечатление Благодаря его связи с восприятым сознательно В некоторых случаях истерия процесса, протекающая независимо одновременного им сознания Действует так связанно и разумно, что допускалось существование низшего сознания Сила унаследованных привычек Привычки и склонности, которые усвоили мы сами Или которым мы потворствовали Или, наконец, которые завещаны нам прежними поколениями Еще долго живут после исчезновения их причин Представления, чувства и действия, которым приводят нас эти склонности Не имеют полного объяснения в самой жизни сознания Всегда есть промежуточные члены, которые обыкновенно пропускаются И которые можно открыть только путем физиологических и социологических исследований Сознательные мотивы исчезли Но их последствия еще живут Поэтому инстинкт мы определяем как целесообразное действие, не сопровождаемое сознанием Сознательные действия отчасти определяются бессознательными мотивами И оставляют также неосознаваемые последствия Как у отдельных индивидуумов, так и у целых народов Едва ли многое значит внезапный переворот Обыкновенно держатся подпольные склонности С которыми можно собладеть далеко не сразу Геродот IV рассказывает Что рабы скифов во время продолжительных и отдаленных походов их господ Поженились на их женах и овладели властью Когда же господа возвратились со силой оружия Не могли сладить с молодым поколением, родившимся от этих браков Но усмирили его только тем, что стали хлопать бичами Которыми обыкновенно наказывали рабов Этот рассказ может служить во всяком случае Поэтическим подтверждением мысли О силе унаследованных привычек Жизнь выдающихся и пролагавших новые пути людей Часто показывает нам Как много приходилось им бороться с тем Что вкоренилось благодаря впечатлениям юности и практики Примеры подсознательной деятельности нашей личности Некоторые счастливые организации Обладают способностью считать по произволу За десятки и сотни верст невысказанные Иногда даже бессознательные мысли своих друзей и родственников В особенности обладал этой замечательной способностью Стэдр, небезызвестный издатель Из его рассказа сотруднику Мы приведем лишь более интересное Для ясности заметим, что в своих мысленных сообщениях Об отсутствующем Стэд пользуется автоматическим письмом Для этого, задав мысленно какой-нибудь вопрос Интересующий его личности Он берет в руку перо И рука автоматически пишет ответ Несколько месяцев тому назад Рассказывает этот замечательный журналист Я был в Редкаре на севере Англии Одна иностранка, сотрудница Review of Reviews Должна была встретиться там со мной около трех часов дня Я был в гостях у брата, живущего на расстоянии Десяти минут от станции Когда уже было без двадцати минут три Мне пришло в голову, что фраза ее в письме Около трех Может означать и время до трех Поэтому, не имея под рукой расписания поездов Я попросил ее мысленно сообщить мне Время прихода поезда Это сделалось без всякого предварительного сообщения с нею Она немедленно писала свое имя И отвечала, что поезд приходит на станцию Без десяти минут в три Мне нужно было отправляться Но уходя, я спросил ее Где она в эту минуту находится? Моя рука написала Я на станции Милсбро На дороге из Хортиапуле в Редкар Я пошел на станцию Там я увидел в расписании, что поезд приходит в два часа пятьдесят две минуты Но поезд опоздал Было уже три часа А его еще не было В пять минут четвертого беспокоясь Я внул плачок бумаги из кармана И взяв карандаш и спросил ее Где она находится? В ту же минуту она написала свое имя И отвечала Я в поезде огибаю кривую перед Редкаром Приеду через минуту Почему вы опоздали? Зала я мысленно вопрос Нас задержали В Милсбро Написала рука Не знаю почему Я положил бумажку в карман и пошел по платформе Поезд уже подходил Едва он остановился Я подошел к своей знакомой и спросил И вы опоздали Почему это? Я не знаю Поезд так долго стоял у Милсбро Что я думал он никогда не пойдет Тогда я показал ей бумажку И она была крайне удивлена Узнав что это она писала Моей рукой Разве того я только раз в жизни видел ее Ранее того Однажды Стэду нужно было ехать в Тристон Для испытания печатной машины Которую он предполагал купить Однако он не поехал Так как рука его написала Что машина испортилась Желая убедиться Стэд телеграфирует ее владельцу в отель Где тут жил Хотя согласно условию Он должен был уже быть в Тристоне И владелец через некоторое время Явился к Стэду Подтвердил уже известную Последнему неприятную новость Другой раз сын Стэда Уехавший в Рейн Где он снимал фотографии Написал отцу письмо Прося прислать ему пластинок Запас которых у него истощился Пластинки были высланы Тем не менее рука Все-таки несколько раз писала просьбу Прислать их Стэд на этот раз усомнился В правильности сообщения руки Но по возвращению сына Оказалось что он не получил посылки Некоторые мои приятели Говорит Стэд Писали мне таким образом На расстоянии 300 миль Подробности своих путешествий Время прихода и отхода поездов Стоимость жизни в отелях Масса таких мелочей Которых я ни в каком случае Угадать бы не мог Не мешает обратить внимание на то Что в подобных случаях Агент пишет в начале И конце всякого сообщения Свое имя Объяснить это обстоятельство Можно тем Что при существовании Предполагаемой между агентом И перцепиентом Связи Открытие и прекращение действия Скажем Нервного тока Должно прежде всего вызвать Бессознательное представление о том Кто этот ток посылает Это будет самое элементарное сообщение Если кто-нибудь спросит Почему же такое представление Является не только в начале Но и в конце То мы позволим о себе Напомнить о том Что то же явление Наблюдается и при электрических токах В начале В момент прекращения И прерывания тока Получается более сильное ощущение Понятно что в начале Еще ничего не сообщается Перцепиенту В конце же Уже нечего сообщать Между тем Ощущение Должного Должно быть В обоих случаях Сильнее Вот оно и выражается В положительном Или отрицательном Представлении Самого агента Таким образом Та Если так выразиться Эфирная связь Которая предполагается Между последним И перцепиентом Может быть сравнена С проволокой Это грубо реальное объяснение Воздействие Одного духа На другое На расстояние Взятое из книги Битнера Мы вовсе не разделяем Во всей силе Одними материальными Условами Никогда нельзя Объяснить Воздействие Одной человеческой Души на другую Приводим же Это объяснение Ради того Что им признаются Самые факты Сообщения Одной личности С другой На расстоянии Для нас И то уже Немаловажно Что такое Признание Находится В книге Материального Направления Из этих Интересных Рассказов Которые Кстати Заметим Были Тщательно Проверяемо Читатель Видит Что Наше Второе Я Обладает Способностью Телепатического Восприятия Доходящего У некоторых Субъектов До высшей Степени Своего Развития Граничащие С одним Из видов Ясновидения Но Приведенные Рассказы Вместе С тем Показывают Что Наше Второе Я Обладает Не только Способностью Телепатического Восприятия Но и Бессознательного Воздействия Как то Как то Так и другое В большинстве Случаев Происходит Между Родственниками И знакомыми Но Очевидно Нет оснований Предполагать Чтобы Оба Они То есть Телепатическое Воздействие Восприятие Не могли Проявляться И между Людьми Вовсе Не знающими Друг друга И при том Совершенно Без участия Их сознания Таким образом Достаточно Чтобы данный Факт Был вообще Известен Кому-нибудь На свете И он Может При благоприятных Но пока Неизвестных Условиях Проявиться В форме Автоматического Письма Или быть Произнесенным Медиумом В состоянии Так называемого Транса Или еще Какими Другими Способами Способность Души К бессознательному Восприятию Впечатлений Парамнезия Или Ложная Память Нам иногда Кажется Что мы Были Уже В известном Месте Видели Уже Известных Лиц Слышали Уже Известное Слово На самом же деле Ничего Подобного Не было Это Называется Ложной Память Или Парамнезией Употребляя Термин Парамнезия В применении К подобным Случа Мы должны Оговориться Что это Не точно И применяется Лишь За отсутствием Другого Известные Ученые Моусли И Вилен Объясняют Парамнезию Тем Что при Немного Полушария Мозга Работающая Обыкновенно Попеременно Действует Одновременно От него Получается Ощущение Как будто Мы имеем Дело С предметом С предметом Уже Знакомым По мнению Анжели Это явление Обуславливается Бессознательным Восприятием Ощущение Которого То есть Зостижение До сознания Наступает Несколько Позже Мы Восприняли Нечто Но оно Не перешло В область Сознания Представляющего Собой По меткому Определению Спиноза Внимание К тому Что происходит В нашем Уме Когда же Мы обратим Это внимание На восприятое Сознаем Его То оно Нам кажется Уже знакомым Но иногда Бывают случаи Когда еще Не воспринятое Известно Нам уже Наперед По прибытии В какую-нибудь Местность В которой Мы никогда Еще не бывали Она нам Не только Кажется Знакомой Но мы Даже в состоянии Описать Все предстоящие Нам подробности Пути Разные Повороты Мостики Перекрестки Овраги Некоторые Замечательные Приметы И так далее Бывают Субъекты Которые Обладают Такой Ложной Памятью Высшей Степени С Одним Например Французским Военным Врачом Ж Ежедневно Происходит По два Или по три Раза Случаи Пробуждение В памяти Вещей Которых Он Очевидно Никогда Не мог Видеть Так Однажды В театре Когда играли Совершенно Новую Пьесу Он Вдруг Почувствовал Что Она Ему Знакома Сообщив Об этом Бывшему С ним Ложе Приятелю Он Точно Доказал Справедливость Своих Слов Совершенно Безошибочно Досказав Монолог Только Что Начатый Актером Таких Случа В литературе Приводится Немало Они Были Известны И в Древности Платон Рассказывает Что Один Воин Время Необыкновенное Прояснение Памяти Его Духовный Взор Обратился Назад За 50 Лет Когда Он Был Убит В сражении С персами При Воспоминании Тогдашней Жизни В его Памяти Воскресло Бывший Незавол Кода Этого Сражения Стычка С неприятелем Которая Счастливо Окончилась Для Греков В Нем Удалось Убить Неприятельского Вождя Щит Которого Украшены Соответственные Надписи Был Им Повешен В Соседнем Храме Когда Слова Умирающего Проверили То Оказалось Что Действительно В указанном Им Месте На Одной Из Колон Храма Висел Щит На Задней Стороне Которого Была Упомянута Воином Надпись Упомянута 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 Упомянута